привет господа пчеловоды 23 сентября и мы продолжаем курс молодых бойцов тема сегодня сейчас я вам покажу фокус который я обещал эта семья за получила 40 литров сиропа больше чем 40 литров но я вам обещал показать еще другую продолжение этой науки и поэтому хотелось бы чтобы вы уж до конца все понимали всю ту странность которые творю я и рекомендую вам это сделать поэтому особый привет и особые отношения к алмазу нефея и алексей ишков это офицер летные войска привет тебе алексей от меня так как я тоже служил мурманская область город манчегорск 17 923 прикомандированные к инжбату ввс поэтому если уж кто-то меня узнает олега монакова буду рад по переписываться поэтому к тебе алексей особый респект к вам летчикам особые отношения и спасибо тебе что ты мне все-таки веришь и пытаешься начать эту не слабую науку поэтому то что я сейчас вам буду показывать я вам хочу я вас хочу лишь предупредить для тех кто залетели на мой канал слушайте внимательно и откройте глаза для тех кто уже постоянные для вас это не новость то что я сейчас буду творить и объяснять я полностью не буду я просто это тупо сделаю и потом расскажу продолжение ты вот это для пчеловодов которые все-таки хотят испробовать эту не слабую науку и понять все удовольствие от этой науки так что смотрите и не напрягайтесь не обижайтесь что для вас это такой космос оказался что судя по комментариях который один миллион двадцать пять для вас это такой космос что мне прям просто вот приятно удивить вас этими всякими необычностями так вот она эта семья сидит тихонько ни с кем не разговаривает и поэтому ее мы сейчас взбудоражим сделаем то что сделаем то что я обещал так где моя щетка щетка нужно я был щетку вот она ураганы не дают спокойно все разлетается бардак бордюшник убираешься что убираешься что не убираешься ураганы дают о себе знать но пчела чувствует себя не слабо и так что я делаю я делаю просто 2 4 6 7 понятно 77 блин чужие все забывают 77 рамок надо убрать и и 7 рамок закинуть обратно поехали господа пчеловоды водить так это не очень сильно забито но все равно приятно так поставим пока сюда вот это забито не слабо на пасеке полная тишина малыши получают свои порции и большие получают свои порции хорошая рачу красава чё разоралась жуешь и живи какого фига орешь так вот она матка здесь оказывается потому что легкая рамка вот он расплод вот так находят мамку я вас предупреждал я объяснял что для этого надо вот еще одна рамка заселом но кухня то другая будет вот это убираем нам это не надо чтобы маманя продолжала сеять эту тоже убираем но здесь они уже для нее подготовили будет сеять вот смотрите ставим самый самый край раз и вот она маманя 2 и вот она еще рамка 3 а вот она еще рамка посмотреть надо мед убираем запоминаете рамку с матерью убираешь самый край ни в коем случае в середину почему я уже вам объяснял поэтому повторяться нет смысла смотрите ролик вот она еще рамка для матери это плохо это есть плохо еще для матери надо эти рамки заселом так так мамка то 40 литров даром не прошли 40 литров даром не прошли так то что она беспредельничает мы ей поможем и отсюда продолжаем убирать так это с медом так это с медом с медом с медом раз до вас до вас Трис. Четыре. Пять. Пять. Два. Четыре. Шесть. Вот она, седьмая. Все. Процесс закончили. Поехали дальше. Что мы будем делать? Эти рамки у нас с пиргой. Хорошие рамки. Эти рамки у нас. Так. Раз. Эдва. Трис. Трис. Четыре. Пять. Шесть. О, все. Хорош. Так. Эту рамку уберу куда-нибудь в другой улей. Итак. Что нужно сделать сейчас для малышей? Для малышей надо им помочь. Это те фавориты, которых порвали. так, их мы закармливаем. Но сейчас надо надо им помочь. Что мы делаем? Запоминайте, наука не слабая. Очень-очень интересная. Раз. Раз. Двадцать. Трис. Поехали. Сюда буду ставить рамки оттуда, потому что если эту мать не устаканить, она будет всю зиму сеять. Поэтому вот она рамка с расплодом, берем, смотрим, засев, расплод, вот это отсюда матки не вижу. Опять-таки матку не вижу. Вот так берешь. Хрис. Готово. Поехали. Уберем. Сегодня у нас тепло. 19 градусов было днем. Сейчас, наверное, может быть 16-17, не знаю. Как я вам говорил, я маток не ищу, потому что я их чувствую по запаху. Опять смотрим. Так. Здесь уже и засев, и закрытый расплод. Матки? Нету. Матки? Нету. Поехали. Так. Пока бывает. Вот так вот поставим. Мет. Запечатанный. Вот она, матка. Вот она, родная. Чую-чую. Запах-то вот она идет. Вот она, красава. Видите, да? А запах-то какой. Ой-ой-ой. Шедевр. Ее мы оставляем в гордом одиночестве. Все остальное убираем. Убираем. Ей это больше не нужно. Так. Вот так вот. Четыре рамки уехали в другую сторону. К малышам. Для них это важно. Для мамани мы помогаем этим самым матери перестать сеять, а малышам подсилить свое стадо. Поэтому наука у меня простая. От сильных семей подсиливаем слабых. Никогда слабых не будем подсиливать сильным. Так. Это на место ставлю. Это закрою. Так. Щель оставили. Теперь. Здесь поставили. сейчас накроем потом я доделаю потому что там тоже холодно не буду рисковать хорошо все в меру итак опять напоминаю мать должна быть сюда в краю вот здесь а мать сидит я ее толкаю на край и вот рамка полнометная вот сюда вот ее ставлю прикрыли маманю и так на одной рамке осталась мать вот она самая крайняя все остальное это должно идти подмет 6 рамок с пиргой я засунул туда и так продолжение следует что я должен сделать поставить кормушку это первую очередь слабых нервных прошу не тревожиться не первый раз замужем поэтому все как всегда не надо будет громко выражаться вот эти остаются специально открытые места чтобы было прохладно чтобы они продолжали вентиляция вентиляции я и так теперь надо стряхнуть пчел и убрать этот мед где у нас напоминаю эта семья брала больше 40 литров год назад два года три года назад она переболела каменным расплодом фаворит было фаворит есть фаворит остается вот фу не сглазить дай бог и все будет ей хорошо и так поехали дальше эту мы уже трясли полнометно сейчас на пасеке спокойно все закормлены сидят тихо но эту процедуру я буду делать и с другими тоже все сильные семьи все фавориты будут проходить это же самое и я вам рассказывал для чего это надо те кто смотрит меня с открытыми глазами и слушает своими ушами они со слов кого-то вы понимаете о чем речь поэтому наука не слабая имеет хорошие результаты никаких ядов никаких лекарств они не получают вот она вот она все что я вам показываю это и есть лекарство мать освободил от коровы блин разорались на меня не так реагируют пчел освободил от расплода он и совершенно не нужен 23 сентября я это должен делать течение недели а потом будем готовиться к зиме вот с медом все рамки забрал поэтому все интересное осталось со мной так класс еще раз класс супер вот блин еще одна забыл вот так вот это вообще сидела так что мы имеем мы имеем это не моя это для малышей есть есть вот она 12 литров продолжай разговор опять повторяю слабонервных или шибко умных прошу не высказываться запоминайте это наука без лекарств и без химии иммунитет это вам не халам балам так со есть такая кухня есть все процесс начался заново это то что я вам рассказывал но я вам это не показывал чтобы вам не казалось что можно говорить и ничего не делать странный пчела вот в отличие от других чё сказал то и делает бла-бла пусть разводят те умники которые знают как пчелы ходят на унитаз и что для этого надо я ничего этого не знаю но зато моя наука без лекарств и без химия так я щас осторожно опять таки один все итак 40 литров было больше 40 было сейчас еще засунул 12 или 13 литров кухня поехала дальше теперь секрет для нефеи и для тех кто хочет теотет специально для нефеи алексея и алмаза ребята я хочу вам посоветовать надо вам вот нефея ты говорила что ты хочешь заказать магазины я вам всем советую не покупайте целые улья а делайте магазины вот это магазины но фишка в чем вот надо просто вот видите допустим двадцать к досточки двадцать к все вы собрали из двадцатки но вот этот фальт вот этот фальт его надо сделать обязательно вот таким способом не так как у вас стараются делать вот вот фальт и я даже не знаю на чем показать у меня нет таких ульев но вот как чтобы отсюда и продолжалась стена вот отсюда и стенка продолжается то бишь она вот так будет ровно вам этого не надо вам именно надо вот к этим двадцаткам вот к этим бочинам просто прибить вот эти реки вот эти реки на шурупах здесь достаточно 3-4 шурупа и она будет держаться но для чего это надо вот смотрите например вот у вот твой этаж вот он твой этаж и вот смотри я показываю во время сборки у тебя сто сорок пятый это ты будешь делать сто сорок пятый вот во время сборки когда ты будешь сбирать и разбирать вот ты берешь вот смотри показываю вот и берешь свой сто сорок пятый не не вот это вот большой размер раз твой рамка сто сорок пятый и вот таким способом ты можешь вот сюда вниз и поставила и точно так же ты ее вытаскиваешь вот за счет вот этого за счет вот этого расстояния то что здесь а нету как положено а есть вот этот нюанс это очень хороший секрет играет очень важную роль вам нужно сделать вот смотри вот смотрите вот ты его вытаскиваешь и берешь вот просто-напросто вот вот здесь раз вот так вот так вот покажу вот так вот раз видите да за счет вот этого расстояния которые есть вот здесь а вы можете манипулировать и собирать не разбирая двух трех пять десять этажей их не надо будет разбирать вы просто вот таким способом сможете работать с пчелой для чего это я вам буду потом рассказывать и показывать но не надо делать запасные именно большие ваши которых матка работает их не надо делать делайте как можно много магазинов вот с этим нюансом которые вот такая рейка должна быть она у меня на сорок вот это вот ширина сорок на двенадцать сорок на четырнадцать но лучше сорок на двенадцать это по моим ну делайте как сорок четырнадцать сорок ширина четырнадцать глубина и вот этот нюанс который вам сейчас сказал он сыграет для вас очень большую роль разведение маток содержание пчел на трех на пятых на десятых этажах содержание этих маток все это будет играть для вас роль сейчас сейчас я лишь хочу чтобы вы делали запасные магазины ну вот с этим учетом а все остальное на соплях и с божьей помощью будет хорошая наука для вас и хорошее душевное удовлетворение поэтому очень важно чтобы вы делали я сто раз хочу повторить не надо делать вот так заподлицо делайте простой двадцатке прибивайте вот эту вот лучше на шурупах прикрутить двенадцать двенадцать вот эту речку борта эти так что для вас это специально вам ребята которые верят в меня и которые хотят иметь здоровых пчел экологически чистый мед и и лечение без лекарств вот это вы все заполучите так что на этом сегодняшний ролик я закончу как обещал сделал а все остальное покажу потом и буду объяснять потом пока-пока всем привет Субтитры сделал DimaTorzok